52-я сессия депутатов завершилась с неожиданными результатами. Многие вопросы были сняты с рассмотрения, но некоторые решения стали совсем непредсказуемыми. Более подробно о ходе сессии расскажем далее. 52-я сессия собраний депутатов прошла намного спокойнее, чем ожидалось. Возможно, это связано с тем, что ряд вопросов по застройке был снят. А именно, был снят вопрос о застройке микрорайона К, территории за спортбаром Алле и поселка Тургаяк. Открытым оставался вопрос о выплате задолженности за газ. ТК «Октябрь» за два отопительных сезона сгенерировал долгов на сумму 25 миллионов рублей. На комиссиях депутаты отполняли данные вопросы, ссылаясь на недостаточную документную базу. В преддверии сессии все замечания были устранены, документы приведены в порядок. В итоге дебатов депутаты все-таки проголосовали за выделение денег из городской казны в размере 25 миллионов рублей для погожения долгов между двумя частными организациями. Сейчас мы в бюджете постараемся передвинуть оплатежи 4-го квартала на этот, потому что это было то, что нужно сделать до 15 сентября. А дополнительными источниками в данном случае могут служить областной бюджет или целевые программы. Одно известно точно – жители южной части города войдут в холода с отоплением и горячей водой. И еще один обсуждаемый вопрос получил логическое завершение. Разрешение конфликта интересов сети менеджера на муниципальной службе вызывало массу разногласий. В таким образом он нарушил положение закона о муниципальной службе в Российской Федерации. И за такое нарушение полагается в логическом правде в администрации расходов. Депутатский корпус рассматривал данный вопрос в течение месяца. В итоге, придя к мнению, что в действиях Хардобьевского не было заведомо умышленных действий по введению в заблуждение работодателя и основываясь на рекомендациях комиссии по противодействию коррупции, депутаты большинством голосов проголосовали за вынесение главе администрации МИАСского округа замечания и выписать дисциплинарное взыскание. Ольга Звездина, Юрий Карпов, программа «24 МИАС». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова